Ну а разработка проекта закона об Арктике включена в план законопроектной работы правительства России. Следующим шагом станет формирование рабочей группы по разработке документа и к концу 2016 года текст проекта федерального закона должен быть представлен на рассмотрение в правительство страны. Председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штуров провел заседание Совета, посвященное проблемам и перспективам развития национального арктического транспортного коридора. В частности, рассматривались вопросы модернизации и дальнейшего развития Северного морского пути, также создание национальной арктической контейнерной линии с опорными узлами в городах Мурманске и Петропавловске-Камчатском. По словам Вячеслава Штурова, один из значимых итогов деятельности Совета за прошлый год – это определение границ Арктики. Сенатор указал, что в этом году главными в работе Совета являются две задачи. Это государственная программа по Арктике и разработка текста федерального закона о развитии арктической зоны страны. Почему сегодня приковано к Арктике столь пристальное внимание мирового сообщества? Об этом говорит Вячеслав Штуров. И появилось много претендентов на Арктику. Льды тают, путь освобождается, самый короткий путь из Азии в Европу. Все интересуются этим. Там появились китайские корабли. О претензиях заявили даже такие маленькие страны, как предположим Сингапур и так далее. Мы тоже хотим участвовать. Почему это принадлежит только пяти арктическим государствам? Это интернациональные воды и так далее. Возник вопрос о нефти. Сегодня нефтяной кризис перепроизводства. Слишком много ее на рынке. Но вспомним вчера, цены росли непрорывно. Все пытались схватить эти нефтегазоносные участки и так далее. Вот они находятся в Арктике. Ну, всем известно, значит, бурение в Карском море, или как теперь модно называть, кусочек Карского моря, что это Печорское, где у нас первая буровая платформа в Арктике забурена прямо в море. Началась добыча нефти. Всем известно, какие работы ведет Газпром на Ямале, значит, на Гиданском полуострове они теперь переходят. Но ведь эти нефтяные запасы и восточные, восточном центре Атвики есть. У нас, скажем, в Якутии, мыс Норвик, значит, Анабарский улус. Там еще Иван Папанин добывал нефть, и Николай Егорович Андросов тоже добывал нефть. Или, предположим, Восточно-Сибирское море, значит, Чукотское море. И, конечно, интерес такой проснулся. Потом рыбные запасы. Подо льдом рыбу не добудешь, и все думали, что там ее и нет. Это, кажется, есть, и достаточно большие запасы. Это тоже биологический ресурс. Значит, надо защитить свои интересы в Арктике. А как их защитить? Надо там присутствовать. Надо работать, надо, чтобы плавали наши корабли, чтобы была береговая инфраструктура и так далее. Мы здесь есть, значит, это наше. Нас нет, это бери, кто сможет. Не надо забывать еще один очень важный аспект, который сейчас стал актуальным. Это военный аспект. Значит, ну, многие люди думают, что, ну, грубо говоря, в случае такого глобального военного конфликта, значит, мы будем атакованы с запада или с востока. На самом деле с север. Это самый короткий путь для нанесения по нам удара наиболее вероятного противника. Вот именно поэтому в Советском Союзе была в Арктике создана целая сеть поселений. Начиная от Мурманска, помните? Значит, Североморск и до самого Анадыря. Значит, это и Тикс, и Певек, и Диксен, и Хатанга. На самом деле это все военные. Значит, военные аэродромы, где была сосредоточена противовоздушная оборона, противоракетная оборона. А одновременно они играли и двойную роль. Они служили опорными пунктами для гражданского развития. Ну вот, видите, что сейчас делается в мире, какое обострение внешнеполитической ситуации и так далее. И поэтому, естественно, руководство страны задумалось о том, что еще такой аспект, кроме экономического, существует аспект безопасности. Наконец, еще третий вопрос. Арктика рождает климат на планете. Значит, все, что происходит сегодня в Арктике, завтра будет непосредственно скатываться в любой другой точке земного шара. Это передвижение воздушных масс, это и передвижение, значит, воды огромных масс, которые несут влагу или сухость, тепло, значит, или холод. И там в Арктике рождается 40 миллионов птиц только в Якутии ежегодно. То есть это еще большое такое экологическое, имеет большое значение. Вот почему внимание сейчас приковано к Арктике. Ну а как должен будет на выходе выглядеть закон об Арктике, какие цели и приоритеты будут там расставлены, какие существуют проблемные вопросы в целом? Вот что на это ответил Вячеслав Штыров. Как будет выглядеть этот закон? Во-первых, там будут определенные, значит, цели, задачи, какие мы должны решать в Арктике. Приоритетные направления выделены, предположим, экология, геологическое изучение, научное изучение для того, чтобы создать основу для, как бы, действий. Потому что природа очень ранимая, требуются особые подходы. Значит, вот эта часть, вторая часть, она должна касаться стимулов для развития производства. Непосредственно в Арктике, те, которые предприятия в Арктике будут, но и еще, значит, для тех, кто будет работать на Арктику. Ну, предположим, вот заводы в Омске, Новосибирске, Томске, которые традиционно, значит, работали на арктическую проблематику, они должны быть полностью задействованы. Значит, для них надо создать и задачи, и стимулы, чтобы они работали в Арктике. Потому что там же связано не только с тем, что взял, там, наточил детали и собрал, значит, вездеход, а с тем, что надо провести еще очень широкий масштаб опытно-конструкторский работ, чтобы это было современно. Особенно это понятно вот на принципах, ну, предположим, новых материалов, которые бы не ломались и так далее. Сейчас появляются нанотехнологии и все остальное. Ну, это требует усилий в том числе со стороны государства, в том числе стимулирования научной деятельности. Конечно, важнейшее дело это человек. Значит, поэтому сейчас в этом законе мы должны пересмотреть подходы, которые в последнее время сложились. Помните? Реодный коэффициент, надбавки. Значит, ну, во-первых, сейчас порядок начисления таков, что при всей такой сложной структуре сохраняются две проблемы. Во-первых, у людей все-таки они разные. Одно дело у федеральных служащих, другое дело у региональных. Кто как может, так это все и делает. Значит, надо сделать и надобразие. Значит, во-вторых, сама их величина сейчас такая, что все равно, даже если они применяются, уровень жизни, значит, значительно ниже, чем в среднем в Российской Федерации. А ведь они были когда-то в советское время рассчитаны с того, чтобы, наоборот, привлекательным сделать Арктику. Это вторая проблема. Третья, это то, что на самом деле этот закон выполняет только бюджетная организация. Вот весь бизнес, который в Арктике работает, он на самом деле не придерживается. Они формально могут платежной ведомости разделить вашу зарплату на части. А фактически, им все равно, сколько хотят, сколько могут, столько и платят. Надо все-таки вернуться к этому вопросу. Вот отпуска, компенсации, проезд, вот эти вопросы надо, значит, пересмотреть и урегулировать. Есть много других вопросов, которые влияют прямо и на жизнь людей, и на бизнес. Например, это авиация. Как она должна развиваться, значит, на севере? Там же других видов транспорта нет. Значит, здесь очень много можно было бы сделать, если правильно все организовать. Например, до конца развитие вот системы федеральных казенных предприятий, значит, которые могут субсидировать аэропортовскую деятельность, снизить ставки аэропортовские. Или систему субсидирования самих перелетов, значит, и это можно было бы добиться того, чтобы резко снизить тариф авиационный. Это дало бы возможность самой авиации развиваться за счет увеличения числа полетов и для людей, хоть облегчить существование. Точно такие же проблемы стоят и в северном морском пути, значит, как ее восстановить, на каких принципах, условиях. Это тоже должны быть приняты специальные законы. Значит, вот работа вот этого Совета по Арктике Антарктики при Совете Федерации, государственной комиссии, которая вовремя создана, она привела уже к двум таким хорошим результатам. Мы, ну, как бы, правительство признало, что необходимо делать закон, и сейчас будем работать. И тут признали необходимость уточнения границ Арктики. Это в пользу интересов Республики Сахай-Якутия. Вот этот промежуточный результат теперь надо вводить до конца. Но жизнь покажет, как дальше будет. Для повышения привлекательности Северного морского пути необходимо создать парк грузовых судов и современную инфраструктуру. К такому решению пришли участники Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Они отметили, что Северный морской путь – это кратчайшая дорога из Европы в Юго-Восточную Азию, которая идет вдоль северных регионов России. Однако, согласно законодательству страны, иностранцы практически не платят налоги за пользование этим маршрутом. Сенаторы, депутаты и бизнесмены предлагают сделать арктическую дорогу более привлекательной для перевозчиков. Для этого необходимо создать парк грузовых судов и современную инфраструктуру. В частности, обустроить перевалочные пункты в Мурманске и Петропавловске-Камчатском. Как отметил председатель Совета, сенатор Вячеслав Штыров, для достижения этих целей необходимо создать государственный орган по управлению Арктикой.